Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале PsychFarmTV, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмбрии, нашему девизу, за выживых оплак и мертвых, разбивая молнии, спешим вам рассказать о том, какие нейролептики помогают при негативной шизофрении. Кто-то удивится, скажет, ну, а зачем это все надо? Вроде уже рассказывали, но приходится возвращаться к этой теме. Недавно был в поездке, читал лекцию в одном из городов. Задаю вопрос о том, какой препарат помогает при негативных расстройствах, при шизофрении. И вдруг я услышал слово респиридон, да, ведь дон, дон, дон. Ну, я не думаю, что это из-за того самого дона, но в голове у психиатра вот это вот респиридон засел. Ну, надо, конечно, вам объяснить, что не респиридон-то, конечно, не помогает при лечении негативных симптомов при шизофрении. Ну, казалось бы, я вступаю в противоречие с инструкцией. А в чем, собственно говоря, состоит инструкция? Обратите внимание. Показание препарата Респолепт, лечение шизофрении, что Респолепт, это бренд. То есть, это препарат брендовый, который, собственно говоря, и промотировался, создавался фармацевтической компанией Янсен Силак. И дальше мы показываем вам уже препарат торговый, респиридон. Точнее сказать, нет, не торговый, это международно не патентованное название. Там совершенно иные показания. Такое бывает в наших справочниках. Потому что в наших справочниках очень часто влияют фармацевтические компании. И чего они вот там это самое придумали? Обратите, пожалуйста, внимание. Лечение шизофрении, психотические состояния с выраженной продуктивной или негативной симптоматикой. Если убрать скобочки. Итак, психозы с выраженной продуктивной или негативной симптоматикой. Это все на самом деле является фармацевтическим маркетингом, рекламой, которая портит, в общем-то, нам память. И мы в результате начинаем думать, что респиридон имеет показания при лечении больных с негативной шизофренией. На самом деле, если мы вдумаемся еще раз, психотические расстройства с позитивными, да, с продуктивными и негативными симптомами. Что это такое? Психоз. Обратите внимание. Психоз это возбуждение, агрессия. Это бред. Это галлюцинации. Это разорванность мышления. Вот это состояние считается, что может протекать и с негативными симптомами. То есть с апатией, со социальностью, ангидонии. Мне вот очень странно, а как это может быть? Как это можно увидеть в психозе при возбуждении человека, когда он мечется? Когда он может быть опасен для себя, для окружающих? Когда его действия определяются бредом и галлюцинациями? Какой здесь негативной симптоматики, собственно говоря, идет речь? Ну, вот поэтому очень и очень важно, чтобы мы с вами поняли, что на самом деле это маркетинговый ход. Все-таки речь идет о психозе. Речь идет о продуктивной или позитивной симптоматике. И поскольку очень много имеется различных слов позитивная, продуктивная симптоматика, психотическая симптоматика. Давайте эту симптоматику называть по ее происхождению, по механизму ее формирования, так, как это делаю я. То есть шизофрения – это двуглавый дракон. Есть гипердофаминовые симптомы. Бред галлюцинации, психоз. Их еще называют позитивными, потому что они называются плюс-симптомами. Не знаю, что может быть позитивного в бреде галлюцинации. И есть симптомы гиподофаминовые. Это снижение активности дофаминовых нейронов в префронтальной коре, повышение активности дофаминовых нейронов в мезолимбической системе. Так вот, гипер- и гиподофаминовые симптомы. И тогда вам будет абсолютно ясно, при каких симптомах надо назначать респиридон. Конечно же, это гипердофаминовые симптомы. Ну, на всякий случай, для тех, кто не знает, что такое гипердофаминовые симптомы и гиподофаминовые симптомы, я думаю, большинство наших зрителей не знает, мы делаем специальную выдержку из МКБ-11. Это уже новая классификация психических расстройств, которая вот только вступила у нас в дело. Конечно, мы на нее еще не перешли, я думаю, что из-за специальной военной операции неизвестно, когда перейдем, но когда-нибудь все равно уже перейдем. Поэтому, что такое гипердофаминовые симптомы? Бред, стойкие галлюцинации, дезорганизованное мышление, грубо нарушенное поведение, переживание о владении контроля, ощущение, что чувство побуждения мысли находится под контролем внешней силы. Ну, и что такое гиподофаминовые симптомы? Это уплощенный аффект, это скудность речи, это отсутствие стремлений, это социальность, это ангидония. Вот это все негативные симптомы. Таким образом, респиридон, который при психотических симптомах полагается назначать, то есть при продуктивных, не важно, что они там приписали через запятую, они взяли, написали эти самые негативные симптомы, маркетинговый ход, конечно же, этот препарат помогает прежде всего при гипердофаминовых симптомах. Этот препарат является мощным антагонистом, мы чуть позже об этом скажем. Дофаминовых Д2 рецепторов, мы об этом препарате много рассказывали. Действительно очень мощный нейролептик, мощнее, кстати, чем галлоперидол. Просто здесь фармацевтическая компания пошла на хитрость. Галлоперидол можно назначать в гораздо больших дозах, и нам кажется, что галлоперидол мощнее, чем респиридон. На самом деле респиридон мощнее. Вот тогда надо назначать, когда преобладают гипердофаминовые симптомы. А гиподофаминовых практически не видно. Но вот когда преобладают гиподофаминовые симптомы, он, конечно же, не подходит. Его надо обязательно на что-нибудь менять. Ну, и мы, конечно же, здесь обращаемся к ланцету, как всегда. Это для нас некий такой камертон, психиатрический ланцет. Очень важный журнал, напечатавшись в этом самом ланцете, вы можете на самом деле больше уже не заниматься медициной, потому что, считайте, вы получили Нобелевскую премию. Так вот, недавно там был напечатан очень важный мета-анальческий мета-анализ. Берутся рандомизированные контролируемые исследования, которые соответствуют современным данным доказательной медицины, суммируются. И вместе анализируются больные в пределах единой таблицы, все обсчитывается. Ну, и возникает возможность сопоставить, выявить какие-то новые аспекты, которые трудно выявить, когда небольшое количество больных. Так вот, ученые занялись тем, а что, собственно говоря, ну, надо менять этот препарат на что-нибудь другое. Ну, и, соответственно, здесь возникла такая идея. Давайте проверим, чем занимаются вообще в других странах врачи. Оказывается, некоторые из них даже отменяют препарат. В нашей стране, к счастью, этого никто не делает. В нашей стране врачи понимают, что если ты отменишь антипсихотик, то будет хуже, возникнет новый психоз. Многие пациенты, к сожалению, сами или по наущению врачей снижают дозы препарата. Тоже опасно. Почему опасно? Ну, потому что доза препарата, она должна быть той самой, которой купировали психоз. Потому что эта доза, когда купировали психоз, она говорит о том, сколько заблокировано этих самых Д2-дофаминовых рецепторов. И это зависит все от дозы. Чем больше дозы, тем больше заблокировано Д2-дофаминовых рецепторов, тем ниже уровень дофаминовой активности. Соответственно, снижаем дозу препарата, получаем возможность рецидива. Ну и, наконец, правильный подход, продолжать в той же дозе перорально, или назначать пролонг, это препарат, который вводится однократно, но действует, он расходуется из этого депо постоянно, каждый день, но доза относительно небольшая, и можно такую дозу растянуть на 2 недели, на месяц, или даже там на 3 недели, ну и существует там на полгода, ну и, наверное, будет когда-нибудь на год или даже на год. Так вот, очень и очень важно использовать в этой самой ситуации, на что менять, влияет ли на негативные симптомы вот эту нашу классификацию. Возвращаемся опять к респиридону. Обратите внимание, мы ее создали, эту классификацию специально для вас, она очень простая. Вам не нужно запоминать все эти слова, сильные антагонисты, до 2 рецептов, как действуют. Вы запоминаете просто. Д-нейролептика. Д-это дофамин. Нейролептики, которые снижают активность дофаминовых нейронов. Откуда мы знаем, что они снижают? Стрелочка вниз. Если Д-маленькая, значит слабо снижают, Д-большая сильно снижают. Ну и дальше существуют препараты, вы видите, которые могут и повышать, и снижать. Препараты, которые навязывают определенную сниженную дофаминовую активность. Так вот, мы возвращаемся с вами к респиридону. Это яркий пример Д-нейролептиков, Д-большой со стрелочкой вниз. То есть, резко снижает активность дофаминовых нейронов. Если мы будем его продолжать использовать так в тех же самых дозах, как в стационаре, то мы сможем добиться прежде всего снижения активности дофаминовых нейронов. Причем это снижение активности дофаминовых нейронов будет нарастать. Используем ли мы этот препарат перорально или в качестве пролонга. Еще раз говорю, это мощный антипсихотический препарат. Основная цель респиридона состоит в том, чтобы снизить дофаминовую активность, снять психоз. Видите, у человека там в голове множество голосов. Что произошло? Вот дофамин, два нейрона обмениваются дофамином, нейромедиатором. Второй нейрон улавливает этот нейромедиатор при помощи рецепторов постсинаптических, два дофаминовых, и сам возбуждается, возбуждение катится дальше. Что делает респиридон? Он прикрепляется к рецепторам, не дает действовать дофамину. То есть, рецептор перестает действовать. И все затыкается, вся эта ковардак с возбуждением. То есть, дофаминовая активность падает. Ну, вы скажете, ну как же так? Все-таки у этого препарата есть продофаминовая активность. Действительно, способствует он повышению активности дофаминовых нейронов, но только в очень незначительной части, в префронтальной коре, не в мезолимбической системе. Там есть действительно такая особенность, что серотонин является тормозящим нейромедиатором. И может тормозить через вставочные гаммкаргические нейроны, на которых есть серотониновые рецепторы. Может тормозить различные нейроны. Ну и, соответственно, если эти рецепторы серотониновые будут блокироваться, то немножко возрастет активность дофаминовых нейронов и норадреналиновых нейронов в префронтальной коре. Но еще раз говорю, только немножко. Поэтому никогда у респиридона никаких показаний при лечении негативной шизофрении не было. Это все мульки фармацевтических компаний. Поэтому они специально так загнули психоз. То есть гипердофаминовые симптомы одновременно с гиподофамином. Еще раз говорю, конечно, у одного человека есть и гипердофамин, и гиподофамин. Но при психозе гипердофаминовые резко преобладают. И там надо назначать респиридон. Что же касается единственного препарата, который показан для лечения негативных симптомов, это солян. Обратите внимание, как сформулированы показания. Острая и хроническая шизофрения, в том числе у пациентов с преобладанием негативной симптоматики. Вы поняли, да, в чем аспект? Там психоз гипердофаминовые симптомы, но могут быть гиподофаминовые. Здесь пациенты с преобладанием гиподофаминовых симптомов, с преобладанием негативной симптоматики. Ну и надо вам сказать, я могу сослаться на данные исследований. Они очень и очень многочисленные. В данном случае это метаанализ, который недавно вышел. Я знаю, что на этот метаанализ любят ссылаться русский Штефан Сталь, профессор Сергей Николаевич Масалов. Там вывод такой, что амисульприд – единственный антипсихотик, превращающий плацебо при лечении преобладающих негативных симптомов. При этом наблюдалось параллельное уменьшение депрессии, и это заставляет господина Масалова размышлять о том, а может быть это было достигнуто за счет того, что лечили депрессию, а не негативные симптомы. На самом деле и то, и другое очень важно. И антидепрессивный, и антинегативный эффект – это единственный, подчеркиваю, препарат, который лучше, чем плацебо при лечении негативных симптомов. Что бы там вам ни говорили различные медицинские представители, и как бы они над вами не изгалялись. Важно знать, что для того, чтобы так действовать, у него есть совершенно особый механизм действия, который не похож на механизм действия респиридона. Используются совершенно другие рецепторы, так называемые пресинаптические Д2 рецепторы, которые расположены не на втором, а на первом нейроне, которые являются частью саморегулирующей системы активности дофаминовых нейронов. В норме у человека активность дофаминовых нейронов может повыситься, он может перевозбудиться. И, конечно, нам с вами надо успокоиться. А такое часто бывает, когда нам надо успокаиваться от обилия дофамина. Многие скажут, как это такое, дофамин, это очень хорошо. Хорошо, но если бы у нас было много дофамина, всегда мы бы ничего не делали. Потому что дофамин – это удовольствие. Попробуйте что-то делать, если вы испытываете удовольствие в течение всех суток. Вряд ли вы что-нибудь будете делать. Так вот, неудовольствие – это дорога к прогрессу, потому что именно неудовольствие заставляет нас что-то изобретать. Так вот, природа распределилась следующим образом. Сделали такие пресинаптические Д2-рецепторы на первом нейроне. Дофамина стало много. Он соединился с этими рецепторами. Подействовал, активизировал эти рецепторы. Подействовал на дофаминовый нейрон пресинаптический. Тут перестает выделять дофамин, снижает выделение дофамина. Соответственно, активность падает. Что делает селиан в низких дозах? Он прикрепляется преимущественно пресинаптическим Д2-рецепторам. Не дает дофамину действовать. Тормоза отказывают. Отказывают тормоза. И нет возможности проявить себя, соответственно, вот этому тормозящему эффекту. Это и позволяет передать большее возбуждение второму нейрону. Соответственно, возникает продофаминовый эффект у селиана. Еще раз подчеркиваю, единственный препарат, который превзошел плацебо при лечении негативных симптомов данной метанализа. Но почему селиан не вспомнили? Почему врачи не вспомнили этот препарат, когда я о нем спросил? Ну, это происходит потому, что у препаратов на самом деле разный пиар. То есть, у них разная реклама. Одно дело, респиридон, респалепт, как там его вы не называете, вот здесь очень хорошо работала фирма Янсон Силак. Сейчас Джонсон Джонсон, насколько я знаю, подразделение. Как они промотировали этот препарат? Годами они ходили по врачам. Дошло до того, что у нас теперь в нашей стране продаются препараты, которые стоят пролонгированной формы полипиридона. Это следующее, фактически, можно сказать, что это следствие появления респиридона, потому что полипиридон является метаболитом респиридона. То есть, респиридон у нас в организме, в том числе, метаболизируется до полипиридона. Так вот, теперь есть у нас последствия. У нас есть препараты, которые стоят десятки тысяч. Это, конечно, пролонги, которые могут назначаться на месяц, на три месяца. И вот, на самом деле, фармацевтические компании очень и очень поработали с различными специалистами, главными врачами, которые утверждают, что надо лечиться прежде всего этими самыми препаратами. Пускай они дорогие, но понятно, что при их закупках возможны и определенные гораздо большие откаты. Они очень и очень хорошо работали с медицинским психиатрическим сообществом. Потому что, когда вы проводите какой-нибудь медицинский конгресс, или когда вы просто хотите провести какое-нибудь собрание, я не знаю, медицинское, хотите пригласить каких-нибудь специалистов в свой город. Вы должны этого специалиста привезти, вы должны его поселить в какой-то гостинице. Ну, кто-то его должен, понятное дело, покормить там. Ну, в общем, это целый ряд расходов. Расходы на зал, расходы на оборудование. Конечно, это все у нас возмещают фармацевтические компании. И, конечно же, все это выливается в то, что люди вспоминают, когда обязательно, ведь когда проводится такое, ну, какое-нибудь заседание, там, симпозиум, или какая-нибудь конференция, обязательно же будет доклад от спонсора. Потому что не только в программке помещается, кто является спонсором. Конечно, доклады будут, конечно, доклады будут о препаратах, которые, собственно говоря, компания заинтересована в промоции. Есть еще такое понятие, как научный туризм, когда опинион лидеров, ну, это лидеров общественного мнения в той или иной области, например, в области психиатрии. Их куда-то возят, там, в другую какую-нибудь страну, тоже, конечно, на конференцию, потому что это не просто туризмоноучный туризм, но под видом этой конференции, там, их поят, кормят, там, возят по различным инструкциям, экскурсиям. Конечно же, перепадает и простым врачам. Ну, потому что на новые препараты расходуется куча денег. Что только на Респалет не расходовали, поверьте мне, я был этому свидетелем, просто был свидетелем, сколько денег. Поэтому перепадает даже простым врачам. Надо вам сказать, что многие думают у нас больные, что психиатры, они зажрались, что они много зарабатывают. Нет, это не так. Как правило, психиатры очень и очень бедные люди, у них просто нет денег, чтобы, например, поехать в какой-нибудь другой город на конференцию. Ну, просто нет денег. Это вам не стоматологи, которые ездят на любые конференции, могут даже за границу поехать, в том числе за свои. Здесь совершенно другая ситуация. Вот фармацевтическая компания обязательно возит, кормит, там, ухаживает, выдает им, соответственно, где пожить, там, номер, оплачивает номер. То есть, все это делается. И на местном уровне это тоже делается. Собираются различные фуршет, ну, конференция после нее, конечно, фуршет. Причем этот фуршет, он может быть таким скромненьким, но на самом деле, вот, что касается, там, Янса Силак, Джонс Сен-Джосефа. Как-то раз возвращаюсь, и это было, я помню, в Новосибирске. Возвращаюсь в гостиницу после проведенной лекции. И вдруг я вижу, как гуляют психиатры Новосибирска. Очень и очень широко, то есть, большой стол, ну, просто ломятся, сидят, это не этот стол. Множество людей там сидит, вот они гуляют. Я спрашиваю, что это такое? Это банкет, который устроен для врачей, которые выписывали, соответственно, этот препарат. Там даже никакой лекционной программы просто врачам дают погулять. Это очень, на самом деле, очень важно. Вы поверьте мне, что врачи, они, ну, все-таки это, как бы, люди, которые работают, они работают в собственных кабинетах. Они мало общаются с друг с другом. А пообщаться-то надо, и как не пообщаться вот за таким каким-то красивым столом, где можно выпить, поговорить, это очень важно. И, конечно, такие люди потом становятся обязанными фармацевтической компанией. У этой фармацевтической компании создается реноме, известна народная мудрость, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И, соответственно, вот это реноме о том, что респиридон действует и при негативных расстройствах, глубоко укоренилось в голове у наших психиатров. Ничего тут не поделаешь. Ну, а что касается фирмы, которая должна была промотировать Салиан. Вы знаете, я, честно говоря, даже не знал. Вот я знал, что фирма называется Sanofi Aventis. Но, оказывается, уже много лет тому назад никакая это не Sanofi Aventis, а это Sanofi Vintrum Industries, Индустри, Франция. Я, честно говоря, даже не знал. Вот я человек, который работает в области психофармакологии очень и очень давно. Я не знал о том, что эта компания уже давно поменяла свое название. О чем это говорит? Да не работала эта компания просто у нас. Она не работала с врачами. Соответственно, у врачей нет никакого представления на Салиане. Но дальше уже пошло. Например, Sanofi уходит из России. Sanofi Vintrum в России. И обратите внимание, пожалуйста, вы уходите, вы покидаете сайт Sanofi России. То есть, все сделано для того, чтобы никто вообще про эту компанию. Она очень и очень крупная. Это самая крупная фармацевтическая компания Франции. И, в общем, действительно транснациональная компания. Вы видите, что творится. Не работали с врачами. Соответственно, поскольку они не работали с врачами, никто про Салиан не знает. Никто, соответственно, его назначать и не любит. Потому что понятно, что ну что такое Салиан? Мы не знаем про этот Салиан. Нас никто не поел, не кормил. Нас поели, кормили за счет Респалепта. Ну и все так и идет. В общем, я хочу заключить эту мини-лекцию таким кислым анекдотом. Чем отличается крыса от хомячка? У хомячка пиар лучше. Поэтому, к сожалению, единственная возможность для вас правильно относиться к препаратам, это слушать наш блог Психофарм ТВ. Именно мы рассказываем о показаниях для назначения препарата правильно, без какого-либо маркетингового влияния. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы это все узнать, вы просто подпишитесь на наш канал. И тогда у вас вот эта аберрация в голове, она неплохая, я все понимаю, что вас ведет, я имею в виду врачей. Потому что вы как бы, ну, считаете, что вы обязаны какой-то компании. Но ведь эта ваша обязанность, она распространяется, к сожалению, и на пациентов, которые недополучают правильной терапии. Поэтому надо пересматривать свое отношение к делу. Подписывайтесь на наш канал. К зрителям обращаюсь, которые не являются врачами. Подписывайтесь на наш канал. Вы же можете ненавязчиво подсказать своему врачу. Не обижайтесь вы на него. Ну, хорошо, там врач распроходирован в какой-то компании. Ну, скажите, что вот, а есть люди, которые, например, думают иначе. Ну, и дайте ссылку, например, на наш блог. Может быть, врач посмотрит, может быть, он изменит свою точку зрения. И тогда всем будет хорошо. И врачу, и пациенту, поскольку его будут правильно лечить. Если возможно, напишите коммент. Ну, хотя бы поставьте лайк, чтобы в выдачах YouTube этот наш ролик продвигался вверх. Для того, чтобы многие люди узнали, что на самом деле ошибочное мнение о том, что респиридон помогает при негативных расстройствах. Ну, как всегда, я вас прошу, если у вас есть возможность, становитесь спонсором нашего канала. Или отблагодарите нас за этот ролик. А реквизиты счета вы найдете в описании. До новых встреч.